Наверное, это похоже на сцену из кошмарного сна, от которой резко просыпаешься в холодном поту. Но такая сцена была далеко не сном для одного туриста, Криса Гурски, которому пришлось буквально цепляться за жизнь, потому что его инструктор забыл нормально пристегнуть его. И не только он пережил невероятные ситуации. Как насчёт жутких автомобильных аварий в стиле пункта назначения? Или 130 дней блуждания в море? Или 30 минут на дне без кислорода? Сегодня я расскажу, как этим чрезвычайно везучим людям удалось спастись, когда все шансы, казалось, были против них. Это будет напряжённое зрелище. Дэнни Балч Если вы ищете опасность, то вам подойдёт кемпинг прямо с действующим вулканом. В 80-м году Дэнни Джей Балч и его друг Брайан Томас разбили лагерь на лугу рядом с горой Сент-Хелленс, и однажды в 8 часов 32 минуты их разбудил грохочущий звук. Когда друзья выглянули наружу, подтвердились их худшие опасения. Началось извержение, и к ним текла лава. Они бросились к лесу, но на Балча обрушились жар, облако горячего пепла, грязь и лёд. Всё это покрыло его толстым слоем и повалило на землю. За пару секунд температура его тела резко поднялась, и невообразимый жар расплавил кожу на пальцах. Очнувшись, Балч позвал Томаса и смог добраться до реки, где он попытался охладить ожоги. Он возобновил поиски, надеясь найти друга под поваленными деревьями. Внезапно кто-то тронул его за левое плечо. Посмотрев вниз, он с удивлением обнаружил Томаса, застрявшего под стволами. У него было сломано бедро, но Балч смог вытащить его, а затем облако пепла закрыло небо, и опустилась такая тьма, что мужчины не могли ничего разглядеть. Каким-то чудом, два других туриста из группы, Брюс Нельсон и Сьюраф, которые жарили маршмеллоу во время взрыва, заметили пострадавших, и помогли отнести Томаса к развалинам старой хижины, где они соорудили ему навяз. Затем Балч отправился с остальными на поиски помощи, и примерно в 18 часов их заметили с двух вертолетов. Он не забыл про Томаса. Балч показал на карте, где находился друг, и обоих мужчин вскоре отвезли в больницу. Хуже всего то, что Балч в тот день хотел пойти на пляж, но Томас убедил его отправиться в поход к вулкану. Никогда не поддавайтесь давлению друзей. Шел 63-й год, и 21-летняя Хелен Клейбан отправилась в путешествие. Она уехала из Бруклина и решила посетить Гонконг или Индию, но сначала ей нужно было попасть в Сан-Франциско, а для этого требовался полет в Вайт-Хорс, столицу Юкона. У Клейбан было мало денег, и она полетела с пилотом-любителем, 41-летним Ральфом Флоресом, в одномоторном самолете. Что ж могло пойти не так? Они отправились в путь 4 февраля, но вскоре самолет попал в снежную бурю. Флорес попытался взлететь выше облаков, а когда ему это удалось, он надеялся следовать ориентирам или лететь вдоль шоссе Аляски до Форд Сен-Джона, но вместо этого увидел только горы и деревья. Клейбан не успела понять, что произошло, как самолет рухнул в безлюдной дикой местности рядом с границей Юкона и Британской Колумбии. Оба чудом выжили. Клейбан получила только перелом левой руки, а Флорес – перелом челюсти. Но они оказались на жутком холоде, с температурой минус 42 градуса Цельсия. То немногое, что было на борту – банки сардин, тунца, фруктовый салат, коробка соленых крекеров и витамины – закончилась за 10 дней, и они готовили суп из растаявшего снега. Клейбан и Флорес соорудили укрытие из куска брезента и подушек из самолета, а также сделали одеяло из ковраг, который они нашли на борту, и использовали бензин, чтобы разжигать костер, который согревал их по ночам. В конце концов, Флорес нашел замерзший пруд и написал огромный знак «СОС со стрелой», указывающий на лагерь. На 49-й день Чарльз Хамильтон, пилот, доставлявший припасы в хижину охотников, заметил знак и спас несчастных. Клейбан умерла в 18-м году в 76 лет. Но история о ее выживании продолжает жить в ее книге 64-го года «Эй, я жива». Ух, после этого всего радуешься, что ты в безопасности. Кто из вас смотрит это видео, удобно расположившись в кровати или кресле? Если вы нажмете «Нравиться» и «Подписаться», я пойму, что есть другие любители острых ощущений, которые смотрят такие видео, поедая чипсы или сырные шарики дома. И не забудьте про колокольчик, чтобы не пропускать обновления на канале. Ну что, готовы к следующей истории? Джулиана Копки Если вы боитесь летать, то сейчас вам лучше заткнуть уши. В сочельник 71-го года 17-летняя девушка Джулиана Копки летела над перуанскими джунглями рейсом Ланса 508 вместе с мамой, когда началось нечто страшное. Самолет влетел в сильный темный шторм, который сотряс весь салон. А затем свет внезапно погас, и судно начало падать на землю. Копки крепко закрыла глаза и заткнула уши, чтобы заглушить крики пассажиров и громкий рев двигателей. Но потом все это вдруг прекратилось. Самолет развалился в трех километрах над землей, и девушка падала все еще пристегнутая к креслу. Когда она влетела в кроны деревьев, Копки потеряла сознание перед самым ударом. Очнувшись на следующий день в джунглях, она поняла, что была одна и единственная пережила падение. Но испытания только начинались. Копки сломала ключицу и имела глубокие порезы на ногах, но она смогла идти и шла вдоль обнаруженного ручья. Проведя в одиночестве целых 10 дней, она нашла тропинку к хижине с крыши из пальмовых ветвей. Рядом находился мотор от катера и литр бензина, с помощью которого она обработала рану кишачью личинками. Копки переночевала в хижине и проснулась от голосов мужчин снаружи, которые приняли ее за богиню воды, которую почитали местные. Она рассказала им все на испанском, и мужчины обработали ей раны и отвезли в цивилизацию, где она воссоединилась с отцом. Копки поведала свою историю в документальном фильме «Крылья надежды» режиссера Вернера Херцога, который забронировал место на том же рейсе, но отменил бронь в последний момент. Дэнни Пинар В 98-м году Пинар был студентом, изучавшим повадки бедлых носорогов в притоке Фабини в Южной Африке. Но эта уникальная возможность чуть не закончилась трагедией. Однажды в четверг в январе того года Пинар решил отправиться на прогулку, но при этом не сказал своим товарищам, куда он собрался. Пробираясь по неглубокому ручью, Пинар заметил нечто длинное и коричневое, ползущее в зарослях неподалеку. Он даже не успел отреагировать, когда почувствовал сжение на ноге, прямо под коленом. Посмотрев вниз, он заметил четыре синевато-лиловых отверстия и кровь, и понял, что дела плохи, потому что его укусила змея-черная мамба. Этот вид известен тем, что его яд действует очень быстро, действуя на нервную систему и парализуя жертву. Без противоядия летальность равна 100%. Пинар знал, что его единственный шанс выжить – это вернуться к машине и предпринять долгий путь в главный город. Несмотря на то, что он завязал жгут, яд уже начал действовать на тело. Его зрение стало туннельным, а сердцебиение ускорилось. Кое-как добравшись через заросли, Пинар наконец-то сел в машину и ехал со скоростью 161 км в час, пока не встретил другой автомобиль по пути. Когда его отвезли в больницу в Нелспруте, более чем через два часа после укуса Пинар не мог глотать или говорить из-за паралича. После нескольких дней на ИВЛ его выписали только со следами укуса и совершенно потрясающей историей. Пан Лянь Когда китаец Пан Лянь устроился стюардом на британский корабль под названием Бен Ламонт, который плыл из Кейптауна в Суринам во время Второй мировой войны, он не думал, что станет мировым рекордсменом за самое долгое время на плоту в море. В 1942 году немецкая подлодка заметила Бен Ламонт в 400 км от Южной Америки, и пара торпед затопила судно за две минуты. Все произошло так быстро, что большая часть экипажа затонула с кораблем. Из 55 человек Лянь был единственным выжившим. Во время крушения он взял жилет и сумел спрыгнуть за борт незадолго до взрыва бойлеров. Он бесцельно дрейфовал где-то два часа, а затем заметил небольшой плот и забрался на него. На плоту был весьма скудный паёк для выживания. Банки с сухими галетами, 40 литров воды, упаковка кубиков сахара, шоколад, электрический фонарик и сигнальные ракеты. Еда скоро закончилась, и Ляню пришлось использовать провода фонарика, чтобы сделать рыболовный крючок, который он прикрепил к пеньковой верёвке вместо лески. Также он сделал нож из банки из-под галет и охотился с ним на птиц, а с помощью мяса птиц ловил акул. В общем, Лянь был крут. Кроме того, он сделал всё это не умея нормально плавать. Он даже привязал себя к плоту верёвкой, чтобы точно не упасть в воду. Пань Лянь провёл в море целых 133 дня. И в конце концов его плот заметили три бразильских рыбака 5 апреля 43-го года и спасли его. Он похудел на 9 килограммов, но всё же выжил. Когда его спросили, что он думает про свой рекорд, он просто ответил «надеюсь, что никто его не побьёт». Представьте, пройти через такое испытание и сохранить чувство юмора. А вы знаете невероятные истории о выживании? Может быть, ваш родственник или друг столкнулся с опасностью и об этом мир не знает? Расскажите в комментариях под этим видео, а я потом всё прочитаю. А теперь продолжим. Крис Гурски Любителям адреналина может понравиться Дельтаплант, но, возможно, вы решите иначе после этого. Мужчина, который отчаянно цепляется за аппарат, чтобы не сорваться вниз, это менеджер магазина запчастей и фотограф из Флориды Крис Гурски. В 2018 году он отдыхал в Швейцарии и захотел полетать на Дельтаплане. Это был его первый раз, и он не знал, что это могло быть его последним занятием. Дело в том, что его инструктор кое-что забыл. Прицепить Гурски к Дельтаплану. Взлетев с уступа высотой в 1200 метров, он был вынужден висеть целых 2 минуты и 14 секунд, а пилот пытался управлять аппаратом одной рукой и держать Гурски другой. К счастью, они смогли благополучно приземлиться, и Гурски отделался порванным сухожилием руки из-за висения и сломанным запястьем из-за силы удара, когда он упал на землю. Он загрузил поразительное видео полета в интернет и сказал, что не злится на инструктора, и даже попробовал бы полетать на Дельтаплане снова. Этот парень очень храбрый. Куту Шоу Нападение животных опасное дело, особенно если это животное, белый медведь весом 180 килограммов. Спросите Куту Шоу. В сентябре 2003 года Шоу работал гидом на охотничьей тропе в Кемеруте в Канаде, и однажды он там едва не погиб. Ранним утром Куту и капитан организации охотников и траперов Майо Калика проснулись и обнаружили, что потолок их палатки кто-то разорвал, пока они спокойно спали. Сначала им показалось, что в палатке лежал снег, но когда их зрение прояснилось, стало понятно, что это не снег, а белая шерсть виновника, который смотрел прямо на мужчин. Капитан тут же убежал, а Куту попытался найти нож, но не смог, и помчался следом за товарищем. Но белый медведь наступал им на пятки. Куту уже почти нагнал капитана, но затем произошло нечто страшное. Он споткнулся о маленький камень, и через мгновение тяжелый зверь нависал прямо над ним. Медведь потащил мужчину к берегу океана и там вонзил когти ему в спину, а его огромные зубы погрузились в голову Куту. Казалось, что несчастному пришел конец. Но повар группы взял ружье, принадлежавшее одному из охотников-американцев, и дважды выстрелил в медведя, убив его. Удивительно, но Куту не терял сознание. Когда его отвезли в больницу, из его окровавленной головы вытащили три пригоршни песка. Вероятно, этот песок спас ему жизнь, немного замедлив кровотечение. После 13-ти часовой операции Куту поправился и получил новое прозвище – «Человек-белый медведь». Крис Лемонс В сентябре 2012 года шотландский водолаз Крис Лемонс работал в Северном море, спускаясь со своего судна Биби Топас под воду для ремонта нефтяной вышки. В тот день его спустили на 91 метр в водолазном куполе с Дэйвом Юсой и Дунканом Алкаком, чтобы отремонтировать трубу на дне месторождения недалеко от Абердиншера. И он мог не вернуться с этого задания. Во время работ Крис услышал сигнал тревоги из водолазного купола. Это значило, что они должны были скорее покинуть место и вернуться в купол. Но рабочие не знали, что корабль начал отплывать из-за сбоя в компьютерной системе, которая удерживала его на месте. И что хуже всего, провод Лемонса зацепился за часть металлической конструкции. Этот провод не только связывает дайверов с куполом и кораблем, но и снабжает их кислородом и горячей водой для поддержания тепла, а также светом и электричеством. Судно в 8 тысяч тонн поплыло в противоположную сторону, и Лемонс, по сути, стал якорем. Исход был только один. Трос оборвался, погрузив рабочего на 100 метров вниз, прямо к морскому дну. Без провода у Криса осталось кислорода где-то на 5 минут. Больше в акваланге на его спине газа не было. Он смог найти строение, которое они ремонтировали, и взобраться на его вершину. Но там не было купола, и он уже использовал кислород на 2-3 минуты. Время было на исходе, и Крис принял свою судьбу и потерял сознание. Его коллеги приложили все усилия, чтобы найти его, но они думали, что он умер. Крис действительно казался мертвым, когда его нашли на полуустановке. Но когда его затащили в водолазный колокол и реанимировали, Лемонс очнулся. Через 35 минут после исчезновения аварийного запаса воздуха. Не имея возможности дышать так долго, Крис мог получить повреждение мозга. Но в акваланге содержится высокая концентрация кислорода, который насытил ткани и клетки и спас его. И всего через 3 недели этот удачливый парень снова начал работать со своей командой. Кулидж Уинсет Поход в туалет, скорее всего, не входит в ваш список потенциально опасных для жизни ситуаций. Но случается всякое. Это хорошо знает Кулидж Уинсет, 75-летний уборщик на пенсии и ветеран Второй мировой войны, который живет в доме, в котором он вырос, в юго-западной Вирджинии. Этот дом особо не изменился за многие десятилетия. И в нем даже не было уборной, только уличный туалет, который Уинсет построил еще в 50-м году. Это не беспокоило старика. Он давно пользуется этим туалетом и спокойно зашел в него одним жарким днем в августе 2000 года. Но когда Уинсет сидел на унитазе, гниющие половицы под ним в конце концов сломались, и бедный ветеран рухнул прямо в вонючую яму. К счастью, он смог остаться на плаву, приземлившись на остатки половиц, которые послужили этаким мини-плотом. Вот только Уинсет уже был частично парализован из-за инсульта. А кроме того, у него не было части ноги, так что выбраться он не мог. Позже 17-летний почтальон, единственный регулярный посетитель дома, заметил, что почта начала накапливаться, и решил узнать, в чем дело. Он обнаружил Уинсета, услышав его слабые крики. И старика спасли пожарные. Он провел в туалетной яме целых три ужасных дня. Вот это правда дерьмовое испытание. Семья Робертсон 27 января 1971 года семья Робертсон из деревни Мейербрук в Стаффорде отправилась из Фалмата в Корнволле в путешествие в неизвестные края. Отставной офицер торгового флота Дугал Робертсон купил небольшую шхуну под названием «Люсет», которая была идеальна для семейного путешествия, запланированного с женой Линн, 18-летним сыном Дугласом, 17-летний Энн и близнецами Нилом и Сэнди. Полтора года семья плыла по Атлантическому океану, останавливаясь в разных Карибских портах и осматривая множество удивительных мест. Но 15 июня 1972 года Робертсоны столкнулись со стаей косаток у Галапагосских островов, которые напали на них и уничтожили шхуну. Робертсоны, а также студент, который поехал вместе с ними, Робин Уильямс, смогли перебраться на надувной плот и шлюпку, имевшейся на борту. В течение следующих шести дней они обходились печеньями, галетами, луком и фруктами. Но затем им пришлось охотиться на черепах и собирать дождевую воду для питья. Через 16 дней плод пришел в негодность, и шесть человек перебрались в небольшую надувную шлюпку Эдномайр. Им пришлось по очереди сидеть в сухой части. И вот 23 июля 1972 года на 38-й день в Эдномайре их подобрали, когда японский рыболовный траулер Токамару-2 заметил их сигнал бедствия. Если вам хочется собраться всей семьей, лучше поиграть в Скрэбл. Руи Махамадсо Аварии бывают разные, но вот этот инцидент похож на сцену из кошмара. Эту жуткую фотографию сделали в марте 2014 года, когда футболист Руи Махамадсо, играющий за пиратов Орландо в Йоханнесбурге, едва не погиб, проезжая по шоссе. Махамадсо ехал на своем БМВ, когда автомобиль начал скользить на мокром участке дороги, и он потерял управление. Через мгновение всю машину пронзило ограждение, которое пробило ветровое стекло и вышло через заднюю часть, при этом чудом не задев самого водителя. Очевидцы не поверили своим глазам, когда Махамадсо выбрался из автомобиля без единой царапины или раны. Кто-то наверху явно очень хорошо присматривал за ним в тот день. Если это не напомнило вам пункт назначения, то посмотрите на этот ужас. Трудно представить, как кто-то смог пережить такое, но один везучий водитель из Китая доказал, что это возможно. В 2015 году неизвестный мужчина ехал в Чунцин, когда он услышал громкий хлопок на встречной полосе. Он даже не успел осознать, что произошло, когда из кустов в центре дороги показалось огромное круглое лезвие, которое затем влетело прямо в переднюю часть автомобиля. Позже дорожная полиция сообщила, что на другой полосе врезался грузовик, и диск выбросило на дорогу. К счастью, водитель не пострадал. Однако такую 50-сантиметровую вмятину наверняка было трудно заделать. У вас подскочило давление от всего этого? Если вам недостаточно адреналина на сегодня, то вы можете посмотреть предыдущие эпизоды из этой серии про везучих людей. Берегите себя. И как всегда, спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok